13.06 в Кирове. Это программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько. «Особое мнение» сегодня высказывает Роман Титов, руководитель медиахолдинга «Вят.Инфо». Здравствуй. Здравствуйте. Давно не слышались. Да, очень давно. И счастливо, что ты пришел. Начнем с депутатов. Депутаты обиделись на областное правительство за то, что их не позвали в Крым. Правда, как выясняется, сейчас не все депутаты. Мы тут решили даже опрос привести завтра в дневном развороте. Но, тем не менее, Михаил Курашин, депутат нашего Заксобрания, сказал, что к ним с предложением войти в делегацию от правительства области не поступало. И говорит, что несколько обижены на исполнительную власть. И считает, что могли бы пообщаться с коллегами из Госсовета. И нашли бы некие темы, которые могли бы быть взаимоинтересны. Слушайте, ну, может, я чего-то не понимаю, но ведь речь идет о делегации правительства Кировской области. У нас есть власть исполнительная, есть власть законодательная и формальная, и неформальная. Эти две ветви власти абсолютно независимы. И в этой связи мне даже странно слышать позицию уважаемого Михаила, что вот их куда-то не пригласили. Они сами едут, сами собирают делегацию, и вовсе не надо им входить в чей-то состав. Захотели встретиться с Госсоветом Крыма, организовались, поехали, встретились с Госсоветом Крыма. Проблемы никакой не вижу, и, опять же, не задача исполнительной власти собирать депутатов и куда-то их везти. Это задача власти законодательной. То есть, видимо, кто-то, чье-то руководство оказалось чуть расторопнее. Вот и все. То есть, мне кажется, ситуация сама. Яйца выеденного не стоит, или гроша ломаного. И не стоит вокруг нее разводить. Мне кажется, это весна. Да? Ты думаешь, а вот не показатель ли это того, что все-таки депутаты наши как-то не умеют вовремя организовывать, со склонной обижаться по большей части? На тех или иных? Я бы не был так категоричен. На исполнительную или на еще. Есть же такая ситуация, кто первый встал, то вы и тапки, собственно говоря. Успел Никита Юрьевич с делегацией съездить, заключить позитивное соглашение с Крымом. А они действительно позитивные. Детский отдых в Крыму, это дорогого стоит нашим детишкам, которые воспитаны северной даже в апреле погодой, сам это погреться на Черном море. Ну, не успел в законодательное собрание. Вот отметят свой юбилей, и после этого юбилея можно смело ехать в Крым. И осдохнуть и поработать. Как отмечать юбилей? Делиться опытом. Делиться опытом. А ты считаешь, что наше законодательное собрание, у них есть действительно достаточно опыта, чтобы поделиться с новоиспеченными? Ну, на самом деле, мне кажется, это мое такое уверенное мнение, что нынешний созыв законодательного собрания, он один из самых эффективных, не в плане единогласия работы, что и не надо. То есть, там же представлены разные партии и организации, а в плане инициатив, в плане, скажем так, дискуссионности, в плане работы, ну, я высоко его оцениваю, а на моей жизни этих созывов, вот, в зрелом таком возрасте, в смешном, поменялось уже четыре. Поэтому абсолютно нормально, там есть чем поделиться, тем более традиции русского парламентаризма, они отличаются от украинских традиций. И я думаю, что наши депутаты могут рассказать своим крымским коллегам о том, как решать вопросы, не пуская в ход традиционные для Украины кулаки, потому что, как только я читаю какие-то парламентские новости из Украины, там обязательно мордобой. То одного изобьют, то другого, там, то Порошенко, то Добкина, то есть, каждый день новые избитые депутаты, каждое заседание Верховной Рады, ну, это просто какое-то побоище все время бывает. А у нас же все спокойно, даже если кто-то там не согласен, чьи-то позиции все же умеренно происходят. Вот этим и надо делиться. Следующий вопрос, он касается города Кирова. Администрация кировская уверяет, что родники в Овраге засор являются памятником природы и строительной работы на этих участках, вестись не будут. Но тема развивается уже с прошлого года, а остро она стала с января. Тут у нас в эфире была Алла Албегова, и она говорила, что Алла Албегова, это глава департамента экологии и природопользования Кировской области, она заметила, что на данный момент строительная работа в Овраге между улицами Ленина и Свободы незаконна. И вот ответ администрации, что все хорошо, ребята, все нормально, все законно, памятники природы трогать не будем. С другой стороны, это же Алла Албегова уверяет, что строительство ведется именно там, где существует природоохранная зона. Вот какая-то несогласованность в высказываниях, может быть, во мнениях или еще в чем-то. У меня возникает вопрос, а где в этой ситуации прокуратура у нас находится? Потому что, правда, она в этой ситуации одна. То есть, если границы природоохранной зоны определены и в ней ведется строительство, значит, соответственно, должны вмешиваться надзорные органы. Я пока вмешательства органов не вижу, либо у них руки еще до этого пока не дошли, либо все на самом деле нормально. Но меня эта ситуация беспокоит тоже. Я помню, мы на одном из давних эфиров обсуждали строительство в Оврагах и его влияние на культурный слой, который там есть. Потому что сколько существует Вятка, столько существует Овраг Засора. И я, честно говоря, очень боюсь, чтобы ситуация вокруг этого строительства, она не пошла по тому же сценарию, который развернулся у нас около строительства у Дворца Пионеров. Опять же, я не раз высказывал свое мнение, что ситуация возникла из-за недостаточного внимания администрации города к информированию населения о том, что будет строиться. Потому что до сих пор часть населения уверены, что там обязательно торговый центр возникнет, что невозможно, на самом деле, поскольку у Земли есть конкретное назначение. И здесь абсолютно непонятно. То есть есть какие-то проекты. Какой из проектов строится? Ну вот сейчас это обсуждается в статьях. Люди сравнивают фотографии. Что-то тут не похоже на эту картинку, которую город администрация показывала, больше на другую картинку похожа. Я для себя сам не понял до сих пор, хотя внимательно прочитал все материалы, будет ли там строительство фитнес-центров и прочее-прочее. Или там, как по словам главы администрации Дмитрия Дранова, там будет что-то, какая-то дендрозона какая-то или что-то еще. То есть пока не очень похоже. И пока не очень похоже на то, что родники будут не затронуты. Ну, то есть давайте понимать, что родники это не только место, откуда вода течет, но и русло определенное. А пока я вижу, что в овраг свозится огромное количество земли, делается насыпь. И я не строитель, но я смотрю на этот насыпь, и она у меня даже вот с тем проектом, который вроде бы сейчас принято считать официальным, не очень как-то укладывается. То есть слишком высока насыпь. На заборе вокруг зоны каких-то картинок этого проекта, что там будет, не имеется. И ситуация может интересно развернуться. Там же вокруг дома, но там дома не простых людей, там дома в том числе элитные находятся. И вот если эта публика выйдет и будет требовать разъяснений, то, я думаю, тут скандал получится весьма и весьма громкий. Всего там надо сделать. Собрать людей, пусть активистов, объяснить, что здесь будет строиться, повесить информационные стенды, организовать встречу застройщика, там, с гражданами, которые рядом проживают. Не допустить повторения, там, того, что уже было. Ну, давайте учиться уже на своих же хотя бы ошибках, пусть не на чужих. Расскажите людям, вопросов не будет. Дальше вызывает опасения то, что по одному из проектов предусматривается организация тоннеля под улицей Ленина, вот там, соединение оврагов. Надо понимать, что вот в этом месте когда-то тоже проходил овраг. То есть, овраг засора, он же не был разделен на 4-5 сегментов, как сегодня. Это вот он был такой длинный и тянулся от ботанического сада и до самой реки. И при Екатерине, по-моему, организовали вот эти насыпи, прямые улицы, перепланировку городских улиц. Землю свозили. Это же тоже культурный слой. И тоже надо привлекать людей. То есть, земля была долгие годы для раскопок недоступна. Делается что-нибудь по этому поводу или нет? Я не знаю, потому что никто про это не рассказывает. Нет, конечно, не делается. Я тебе могу сказать, что не делается элементарно, потому что мы тоже обзванивали и узнавали. У нас, во-первых, нет, оказывается, никаких активистов, никаких экологических там организаций, которые, как ты говоришь, культурные слои бы, например, защищали. Или защищали бы деревья, или кустарники. У нас есть хранители вятки, которые водоемы как-то защищали. Есть Антон Касанов, который в блоге пишет про старые дома Новоровского, которые уже начались носить. Потому что у нас есть замечательная природоохранная прокуратура, но пока она как-то никак себя в этом вопросе не проявляла. У нее главная тема – это Кирово-Чепецкое промышленное предприятие. Мы понимаем, что там много дел. Действительно, она хорошо работала в прошлом году. Ну, а, кстати говоря, по поводу этих насыпей и тоннелей, там же был еще проект моста, как раз в том месте, где улица Ленина пересекает оврат и засоб. Так вот, давайте определимся, что мы в конце концов строим и расскажем об этом. Мост ли там не мост, тоннель или не тоннель, спорткомплекс или музейная какая-то зона. Я не понимаю, и люди не понимают. Особенно те люди, которые не вчитываются в интернет, там смотрят телевизор, в телевизор про это ничего нет. И у них над головой огромный знак вопроса, как в комиксах возникает. Ну, мое частное мнение, что лучший способ использования оврага засора, это тот способ, которым была использована та его часть, где сквер, посвященный 60-летию революции, у областного гериатрического центра, то есть с бассейном, там, с какими-то прогулочными зонами, и ботанический сад. Это же тоже часть оврага в свое время была. И красиво, и не застроено. Ну, раз будут строить, хотелось бы понимать, что. Надеюсь, понимание это в ближайшее время будет. Мы тоже надеемся на это. Возвращение норм ГТО в школе. Вот хотелось бы в школе сначала обсудить, если хочешь, можно и на предприятиях. Мы знаем, что, во-первых, вводятся нормы ГТО уже с текущего года, то есть 1 сентября. Во-вторых, результаты сдачи норм ГТО будут учитываться при поступлении в ВУЗ, присоединяться каким-то образом к результатам ЕГЭ. Все это активно обсуждается до сих пор, несмотря на то, что уже принято решение о том, что будут сдавать нормы ГТО и в прессе, и в интернете. Высказывания совершенно противоречивые. По большей части те гости, которые приходили к нам в студию, говорят, что нормы ГТО – это классно. Как считаешь ты? Есть ли здесь проблемы, например? Я считаю, что нормы ГТО – это классно, но они должны быть частью более комплексной программы. Сейчас поясню, что я имею в виду. Вначале почему классно? Потому что так получилось, в результате того, что государство иное количество времени не уделяло внимания здоровью населения, до недавнего времени относительно. Ну, скажем так, нация, под нацией я имею в виду население Российской Федерации, многонационария, нация в спортивном плане, в плане здоровья сильно деградировала. Там мало людей занимаются спортом, какого-то большого количества бегунов, там на улицах, как можно это увидеть в некоторых странах, в крупных городах, их нет. Школьники, мы знаем, там постоянная проблема, появилась проблема с лишним весом у людей, появилась проблема со здоровьем многочисленной. Дети болеют постоянно от больных родителей, извините, дети тоже здоровыми не рождаются. А нормы ГТО, они в советские годы были элементом большой системы физкультурной подготовки, спортивной подготовки населения. Не надо думать, что это были какие-то жесточайшие нормы. Насколько я помню, я могу ошибиться чуть-чуть в цифре, но чуть-чуть, что вот в поздние советские годы нормы ГТО, значки ГТО, были у 70 миллионов граждан Советского Союза. То есть это 1,4 практически. А если вычесть стариков и детей, то это практически половина молодежи и трудоспособного населения. Это определенные критерии физической оценки были. Да, люди стремились сдать эти нормы ГТО, потому что они давали определенные преимущества. Но пытаясь сдать эти нормы, люди подтягивали свое спортивное здоровье и состояние. Ну, у нас уже были программы по оздоровлению нации, которые, как правило, сводились к рекламным каким-то вещам. Вот здесь я считаю, что эта вещь не рекламная, а абсолютно реальная. То есть это хотя бы какая-то программа рейтингования. Сколько у нас здоровых людей, которые могут базовые нормы сдать, сколько нет. Но мы упираемся в то, что уроки физкультуры, которые сегодня есть в школе, это, наверное, вот эта шагистика, она в начале 19-го, середине 20-го века, она еще была актуальна. Но сегодня детям нужны другие виды спорта в школах. Детям нужны аэробные программы, девочкам, которые сегодня они могут получить только в дорогих фитнес-клубах. Хотя фитнес-тренеров, как готовых работать на школьную зарплату, которая примерно равна зарплате фитнес-тренера, я думаю, что они есть. Просто преподавать в школе вот это руки вместе, ноги шире, это это бред. Извини меня, пожалуйста, каким образом аэробные программы помогут сдать нормы ГТУ в метании ядра, или там раньше это гранаты в стрельбе, и что там еще, и еще каких-то подобных вещей? Там они нужно будет сдавать. Там ведь пока новых нормативов мы еще не увидели. И стрельбы там вряд ли она останется, потому что в былые годы был целый комплекс стрелковой подготовки, школьников, все на стрельбище ездили. Сейчас этого нет. То есть мы пока говорим о намерении, но мы не знаем внутренней сути вот этих нормативов. Мы их пока не видели. Там надо выполнять, кроме того, не все нормативы. Там набираешь, по-моему, 5 или 7 плавания, там метание гранаты, там бег, там бла-бла-бла-бла-бла, там их сдаешь. В чем-то не силен, ты не лезешь в эти нормативы. Там для мальчиков нужны какие-то тоже другие виды спорта, а не вот эти подтягивания, бег вокруг квартала, там зимой замерзший в кроссовках кругами. То есть надо менять суть образования. То есть физкультура должна детям быть привлекательна. На сегодня она вызывает только отторжение, и я думаю, что все там по справкам бесконечно прогуливают. А вот и здесь, кстати, был вчера вопрос нашего слушателя в программу «Спорт с Медведевым». Вы тоже обсуждали нормы КТО. Меня, конечно, поразили просто участники обсуждения. Они тоже все говорили, как это здорово и как хорошо, кроме одной учительницы, которая пришла, и сказала, ребят, вообще проблем-то много. И вот позвонил слушатель и сказал, «Вы знаете, нормы КТО – вещь, может быть, и неплохая, но в связи с тем, что нормы КТО сейчас, скорее всего, будут учитывать при поступлении в ВУЗы, в портфолио размещать школьника, сдачу нормы КТО, то вот здесь велика опасность субъективной оценки, спекуляции на этих оценках, особенно учитывая, что есть привычка детей прогуливать эту же самую физкультуру». Ну, я думаю, что привычка прогуливать физкультуру, она в связи с этим быстро рассосется. Во-вторых, мы не владеем пока с вами информацией, насколько эти нормы КТО будут оцениваться. Вот уверен, что ведущие кировские ВУЗы и ведущие ВУЗы страны вряд ли будут ставить во главу угла не профильные предметы, а именно спортивную успеваемость, которая нужна для спортфаков и для других факультетов. А это уж как будет, как говорится, линия государства, понимаешь? Скажет государство, что ГТО, это очень важно. Я верю в обменяемость, потому что нет же задачи сделать нацию спортивной, но при этом, знаете, абсолютно такие двоечники-физкультурники, которые маршируют. То есть никому это не надо. Мы когда говорим о модернизации страны, прочее, прочее, мы понимаем, что мы это не физическим только трудом будем делать. Но здоровье нужно. Я, честно говоря, ужасаюсь, когда прихожу в магазин, в новый простор в конце недели, и вдруг вижу, что люди покупают, какую еду они покупают, гигантское количество углеводов, жиров, и вот они всё в себя запихивают. И надо опять же у школьников формировать и культуру здорового питания тоже. Это с годами всё придёт, но это придёт, как, извините, у моего поколения, когда здоровье уже потеряно и подорвано, и вот ты начинаешь диетиться, читать какие-то книжки, заниматься оздоровительными программами. Вот с молоду надо, с молоду. Ну, то есть ты считаешь, ладно, бог с ним решили, ввели, а там уже как-нибудь подгоним под эти нормы. Я думаю, подгонят до того, как эти нормы пойдут в практику. Успеют 1 сентября. Пока есть рамочный указ, да, конечно, успеют. Следующий вопрос, касающийся подростков. Правительство предложило наказать подростков, разрисовывающих стены. На имя губернатора поступило письмо от жителей Юго-Западного района города Кирова. Они жалуются на множество надписей, которые постоянно появляются на стенах домов. Внимание, Юго-Западный район. И Никита Юрьевич Белых вчера даже зачитал это письмо. Честно говоря, когда я слушала его по радио и пропустила момент, что Никита Юрьевич зачитывает письмо, я решила, что это он сам говорит такие слова. И я сейчас их озвучу. И думала, эко разошелся Никита Юрьевич. То есть граждане были... Граждане были жесткие в своих высказываниях. Если приглядеться к надписям, говорят они, можно узнать много интересного о городе, властях и, главное, чем заняты головы подрастающего поколения. На мой взгляд, здравая абсолютно мысль. Далее. Сейчас появились надписи «Бога нет», «Верующие» и дальше «Отборная матершина». «Гадко, горько, обидно, ведь идет год культуры, скоро день города». А ведь Киев начали раскачивать с подростковых групп. На наших стенах есть аналогичные знаки. Очень жаль, что власти победили, пересилили подростки-подонки, такие же невоспитанные родители, и школа молча созерцает все это безобразие. Поймать бы подростков, хорошо оштрафовать родителей, да обнародовать все это. Мне так хочется, чтобы ты откомментировал прям каждое предложение. Слушайте, я даже комментировать не буду, потому что сходные мысли, или, может быть, с большим количеством девиантной и делинквентной лексики, возникает в моей голове, когда я захожу в подъезд своего сданного два года назад дома, и вижу черти что на свежеокрашенных стенах, от свастик до признания в любви, поздравления с днями рождения. И на самом деле, а что ты сделаешь? Милиция в подъезд не заходит. Как задержать этого подростка? Как его наказать, в конце концов? Но тут была, на самом деле, подростки, они же разные. Была интересная ситуация, я о ней на фейсбуке написал, наверное, месяц назад. Я выхожу из офиса, у нас офис на цокольном этаже, пятиэтажки, хрущевки, и вдруг слышу запах краски, так вот из-за угла, из баллончика, вот такой запах нитрокрасочки. Выглядываю, смотрю, пацан что-то на стене там, из баллончика выводит. Я не смотрел, что он там рисует на стене, там, а-та-та, мальчик, что ты делаешь? Он такой, дяденька, не обижайте меня. Вот тут свастики кругом нарисованы, а ведь фашисты эти так достали. Я хороший мальчик, там, пожал ему руку и пошел дальше. То есть дети разные, там, подросток реально ходил, закрашивал красной краской свастики, которые в изобилии нарисованы по району. Ну, мне кажется, я даже не знаю, надо тут вводить какие-то дополнительные наказания или нет, потому что работа по пресечению, это работа полиции, это же прямой ущерб общедомовому имуществу. То есть, это затраты на последующий ремонт стен. Пусть будет хорошее граффити в тех местах, где оно есть, хотя у нас в Киеве нету своих Бэнкси, там, легендарных, которые рисуют произведения искусства, но есть хорошие граффитчики. Уж если хочется детям рисовать, выделите им стену, пусть там молюют в три слоя, там, чего хотят. Тут мы затронули очень важную тему, потому что окончательное предложение поймать бы подростков, оштрафовать родителей, обнародовать все это. Вот единственное предложение, которое следует из этого письма. Там был еще намек в самом начале, если ты помнишь, что там много интересного о городе и властях. Неплохо бы, наверное, прочитать властям. Политически озабоченные граждане, я думаю, политические аспекты здесь надо убрать, потому что, мне кажется, помимо свастик, там просто много дурости. Люда, я тебя люблю, я поздравляю тебя с днем рождения. Вот это же по домам, по всему городу написано. И не про власть не скажет ничего. Цветочки нарисованы с благими намерениями, но как эти благие намерения в кривом мозгу преобразуются в эти надписи, уродующий дом, ну вот это кошмар. Может быть, подросткам заняться нечем в этом городе, в юго-западном районе? Слушайте, у нас подросткам, есть заняться всегда чем? В конце концов, там есть не сильно полезный для здоровья интернет и социальные сети, там онлайн-игры и прочее-прочее. Это какое-то, знаете, подростковое чувство протеста, и вот чтобы канализировать, нужно направление штрафовать, то, конечно, надо. Но без обнародования, без позорных списков, без досок позора, как мы видели в фильме «Бриллиантовая рука», когда главной герой про песочили за тунеядство и прочее-прочее. То есть уж давайте там без излишеств. Да, надо с этим бороться, но мне кажется, вопрос-то можно решить инициативным гражданам. Ты увидел, ребёнок рисует, ты подойди и скажи. У меня в своё время в подъезде у родителей там курили подростки, рисовали на стенах, чёрт-те что, и все сидят по квартирам, никто не выходит. И так везде. Я за дверь берусь, мне родители говорят, нет, ни в коем случае, они там тебя зарежут, там всё-всё-всё. Вы знаете, я три раза вышел и больше в этом подъезде никто не мусорил. Я спокойно поговорил, дети ушли, курить, мусорить, рисовать перестали. Вы что, по квартирам сидите? Вы выйдите и скажите, почему за вас должна власть, извиняюсь, сопли всем вытирать? Это обычная гражданская там активность. Идёшь мимо, увидел, накажи. Словом, не надо кулаки применять в делах. А если ты видишь и молчишь там и ждёшь там, ну извините, вот это, есть такое хорошее слово патернализм. Думаю, что власть за тебя должна это что-то решить. Ну, хорошо. Я почему-то думала, что я другое от тебя немножко услышу. Разочаровываю сегодня, раз заразу. Ну ладно. Вот ещё про госэкзамен. В России изменится структура единого госэкзамена. Постепенно из заданий будет исключена часть А. Это, на минутку, кто не связан с ребятами, выпускающимися из школы, это та часть, которая представляет собой тесты. Кроме того, будет введён устный экзамен по всем гуманитарным предметам. Вначале это будет иностранный язык, затем технология будет опробована на истории и литературе. Вот история, литература, это то, что тебе очень близко, и иностранный язык тоже. Вот скажи, пожалуйста, что это значит? Вот дождались, хорошо, то есть переварили госэкзамен единый и поняли, что нам сейчас нужно? Я думаю, что здравый смысл наконец-то победил ЕГЭ, потому что, когда мы убираем оттуда тестовую часть, да, у нас остаётся какая-то вот эта бальная система, но вот то, чем знание учеников точно не проверить, а это тесты, мы оттуда наконец-то убираем. Но это же бред. История, она заключается, знание истории заключается не в знании дат абсолютно и исторических деятелей, там, ком-то ранжирования и постановки галочек. История – это умение логически связывать между собой разные явления, объяснять, почему одно произошло вследствие другого, и что из этого следует, что невозможно отразить ни на одном письменном тесте. Кроме того, письменный тест, как мы знаем, там, моментально распространялся по социальным сетям, по всякого рода там интернетам, и дети там зубрили, и приходили ставили галки в нужных местах. Вот ты прийди на урок, вытяни билет, на сдачу, точнее, этого ЕГЭ, и своими словами расскажи, что ты считаешь по поводу февральской революции 17-го года. Вот тут уж, извините, не соврешь, не забалуешь. Или устный ответ по литературе, где надо знать предмет, а лучше письменное сочинение по литературе, где тебе надо будет не просто рассказать там суть произведения, а выстроить опять же логические связи между элементами. Это замечательно, я всеми руками поддерживаю, потому что, когда появилось ЕГЭ, и после этого я с преподавателями не раз общался, и со своими преподавателями в школе общался, ну, все за голову брались, но никто не мог с этим явлением ничего сделать. Наконец-то оно свершилось, наконец-то ЕГЭ уступает место классическим формам сдачи экзаменов. Вот я зацеплюсь за слова, что ты можешь вытянуть билет, увидеть вопрос и сказать своими словами, что ты думаешь по поводу Октябрьской революции. Февральской. Февральской, хорошо, революции, неважно, какой на самом деле исторический факт, и я тебе снова верну к этому вопросу после короткой рекламы. Возвращаемся в студию, это программа «Особое мнение», меня зовут Светлана Занько, свое особое мнение сегодня выражает Роман Титов, руководитель холдинга «Вят.Инфо». Ты сказал буквально перед нашим перерывом, что правильно было получить ребенку на предсдаче экзамена выпускного вопрос, например, о том, что ты считаешь по поводу февральской революции, что ты о ней думаешь, и вот таким образом ответить на этот вопрос. Вот мы тут в перерыве с тобой пытались вспомнить, сколько лет ЕГЭ, но решили, что не меньше 7 лет. 7-10. 7-10. И вот на протяжении всех этих 7-10 лет воспитывались поколения ребят, которые были по большей части, как мне представляется, настроены именно на сдачу тестовой части экзамена, на сдачу ЕГЭ, программы постоянно менялись. И вот теперь такой вопрос. Ты считаешь, что к 2015 году, то есть за год, те люди, которые были приучены к такому фрагментарному, может быть, мышлению, вот этим выдержкам крошечным для того, чтобы сдать тесты, они смогут научиться за год связно сопоставлять факты, различные виды мнений и выражать собственное мнение, вот, кстати говоря, ты сказал, по историческим событиям. Им вообще-то дадут выражать это мнение по историческим событиям? Я надеюсь на то, что дети хотя бы запомнят то мнение, то логическую последовательность причины-следствия, которая изложена в учебниках, потому что школьные учебники по той же истории каждое событие оценивают с точки зрения причины, которая привлекла к его возникновению и следствия, к которым оно привело. И поэтому вся история, эта цепочка одно перетекает в другое, и поэтому мы живем сегодня там, где мы с вами живем. ЕГЭ того образца, который существовал до буквально последних дней, это ЕГЭ, который мы про историю сейчас говорим, ну может про литературу тоже. Это ЕГЭ, который развел в детях память. Запомнить события, запомнить фамилии, зашибись. То есть мы сдали ЕГЭ. А при всем при этом мышление само, которое с памятью связано, но ей не является, оно не развивалось. Я уже говорил, я очень плохо запоминал исторические даты, но я всегда сдавал экзамены на отлично, потому что преподаватели мои прекрасно понимали, что запоминание дат это одно, а возможность оценить логику событий, оценить, чем она привела, это совершенно другое. Эта логика, она есть в учебниках. Просто дети, когда изучали ту же историю последние годы, они обращали внимание не на последовательные события, а на даты, вот на эти вот галочки. Времени, я считаю, хватит, это не такой уже перелом мышления. Конечно, это ведь будет со следующего года вводиться, то есть на этих ЕГЭ пока не будет с 15-го, то есть времени на это хватит, но мы упираемся в фактор преподавателя, потому что я боюсь, что преподаватели тоже чуть-чуть расслабились в эти годы. Вместо того, чтобы развивать в учениках дискуссионность, мышление, они гнали, собственно говоря, поток. Все зависит от преподавателя. Поэтому я считаю, что для хороших преподавателей года хватит, а для преподавателей, которые раньше относительно наплевать к своей работе, ну они так и будут принимать этот ЕГЭ. Вот как они преподавали, то они будут спрашены. Но надеюсь, конечно, на лучшее. Правда, то есть надо развивать мышление. Я вчера ходил в свой родной педуниверситет, там они готовятся к очередному празднику и записывали слова выпускников на видео, то есть видим, будут какой-то коллаж делать. Я сказал, что я благодарен своему вузу и свою факультету за то, что он научил меня думать. То есть это началось все в школе, но думать научил вуз прежде всего, потому что у нас была такая, знаете, атмосфера дискуссионности, то есть не то, что мы обсуждали там Ельцин плохой или хороший, нет, мы обсуждали там события старины глубокой, но развивали, на этом оттачивали там мышление свое. Так, перейдем к следующему вопросу. Честно говоря, он меня повеселил и несколько насторожил. Сейчас я хочу послушать, как ты это откомментируешь. Новость была следующая. Омские чиновники передумали искать места под новые рестораны Макдональдс. В Омской области планировалось открытие 10 новых ресторанов Макдональдс. Прежде всего, меня цифра, знаешь, поразила. 10 ресторанов Макдональдс. Мы тут двум радуемся, два года обсуждаем. Ну, кто-то радуется, а кто-то не очень, но тем не менее. Вот так вот, омские чиновники исключили их из перечня приоритетных инвестпроектов. Об этом объявил сам губернатор Омской области Виктор Назаров. Он, кстати говоря, привел вполне логичный довод, что компания будет развивать свою сеть самостоятельно, раз это коммерция, то пускай сами ищут места и платят. Но это все интересно в цепочке высказываний по поводу вообще ресторанов Макдональдс в России. Потому что вот Владимир Жириновский предложил закрыть точки этой сети по всей стране как вредоносные и вражеские, а потом еще заняться фипсиколой. Первый зампред Думского комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева из «Праведливой России» заявила, что решение закрыть все рестораны России в России может быть только политическим. То есть он должен решить, понимаешь, он должен решить, закрыть. Дальше. Подобная инициатива может исходить только от президента, сказала Анна Итартас. Зампредкомитета по аграрным вопросам Надежда Школкина из «Единой России» наоборот считает, что не стоит политизировать эту ситуацию. Ну и там очень-очень много высказываний. Вот я тебе говорю от того, что это вражеский практический агент, который призван расслевать нашу нацию, делать ее толстой. Кстати, мы на пятом месте уже в мире. Знаешь, не знаю. Тут вот мне ребята подсказали сегодня, новостники смотрели. Правда, опросом этим рейтингом, знаешь, ну ладно. А до того, что нельзя политизировать ситуацию и вполне здравые предложения, пусть бизнес, Виктор Анатарова, пусть бизнес сам, значит, ищет, где ему хорошо. Давайте я поясню, что было с Макдовницей в Крыму. Потому что с этого все началось, и люди пошли на эмоции, да, пошел на этот Макдаг, да, обойдемся без него. На самом деле ситуация была политизирована просто из-за невнимательности комментаторов. То есть, дело в том, что на Украине работает дочернее предприятие компании Макдональдс, Макдональдс, Юкраин, ЛТД. И у этого самого Макдональдс, Юкраин, территория деятельности определена, собственно, территория Украины. Работают они за гривни, значит, и работают успешно до сих пор. Вот у них было несколько точек в Республике Крым, которая на сегодняшний момент вошла в состав Российской Федерации. В Российской Федерации нету дочерненьких предприятий компании Макдональдс. У нас две компании, у которых франшиза там полная на эту территорию. И у них условие, что они работают на территории России, а никто другой здесь больше не работает. Собственно говоря, произошел обычная нормальная бизнес-ситуация. То есть, Макдональдс первым признал по большому счету независимость Крыма от Украины. То есть, они закрыли точки там, потому что они просто не имели права там работать по условиям лицензионных договоров, раздела территории между подразделениями, там, дочерними, франшизами, там, прочее, прочее. Но Владимир Вольфович не мог пройти мимо такого. То есть, давайте, полициируем ситуацию. Вот они какие плохие, не хотят нас работать в Республике Крым. Нет. Макдональдс там работать, я думаю, будет. А причина всему это обычная территория, дележка территории между там, зон ответственности между подразделениями компаний. Во-вторых, что касается там, помощи властей в поиске помещений там, для Макдональдса. Ну, мы отлично знакомы с Андреем Вавиловым, который занимается там, Макдональдсом в Кирове. И он мне рассказывал, с каким трудом он сам искал, приземлял там, это помещение, договорился с различными там, землевладельцами. Мне даже удивительно, что, оказывается, в Омской области развитие Макдональдса это прям областной приоритет был такой. Вот всем миром, всем народом 10 точек там, организуем. В-третьих, Макдональдс ничем не вреднее той пищи, а в РУ третье это другое. У Макдональдс вся продукция локализована. Кетчуп Хайнс делается в России российскими руками из российских помидоров. Булочки пекутся в Подмосковье, салат листовой поставляет Белая Дача, говядину берут у местных производителей и прочее, прочее, прочее. Макдональдс на сегодня абсолютно русский продукт. Когда мы говорим, вот, из-под бабушки огурцы-то, это же они наши родные, а это вот не портится годами. Булк-то это как бы гадская, иностранная. Вот это российская булка, сделанная здесь русскими руками из русских продуктов. То есть, Макдональдс в Кирове, в Москве и где угодно цветов из России это местный продукт абсолютно. Четвертое про вредность. Слушайте, люди, вы реально считаете, что тарелка макарон по-флотски с тушеночкой на растительном масле пожаренных это здоровое питание, а гамбургеры в неделю это нездоровое питание. Слушайте, вы калории просто посчитаете элементарно. На Макдаке хотя бы пишут калорийность продукта там примерно там будет 450-500 килокалорий. Это примерно 1,5-я часть суточной нормы потребления. Расписано сколько соли, сколько жиров, сколько белков, сколько углеводов. Али, посчитайте, сколько вы съедаете с одной тарелкой макарон по-флотски, там животного жира, растительного масла безумно калорийного и всего прочего. Сколько этого в сосисках. Судя по твоим сегодняшним речам, ты на диете. Я на диете, но я люблю фастфуд. Я не ем его каждый день никогда раз в несколько недель я себе позволяю сорваться и съесть. В эти выходные я позволил себе съесть в Макдональдс, собственно говоря. Я люблю Макдональдс, я люблю Тако Белл, я люблю Кентаки Фрай Чикен и я донар люблю в конце концов, но я не питаюсь им каждый день. И это абсолютно нормально. Я просто призываю политиков наших вначале пытаться вникнуть в какую-то логику бизнеса, а потом уже говорить, закроем, Кока-Колу закроем, понимаете, ей можно бамперы у машины полировать, вы напиток Байкалу залейте в чайник, вскипятите, у вас тоже от чайника отойдет весь этот налет. Хотя напиток наш родной, российский, просто среда кислотная, поэтому все и происходит. Я к здравомыслию просто призываю. Макдональдс не политическая компания, абсолютно, они работают и в Израиле, и в секторе газа. Там вот по обе стороны баррикад. И это рабочие места, это там цепочки поставщиков. Ну, чем мы заменим? Пирожковыми? А, да, было предложение открыть пельменное. Видимо, у нас один из местных политиков пельмени ценят больше всего. Советую ему в следующий раз, прежде чем такое сказать, посмотреть калорийные пачки пельменей производства, любого производства. И состав. И состав. И потом делать заявление, что полезнее, а что бесполезнее. Просто понимаете, сказать это одно, ты посмотри, ты убедись в том, что это есть. А я, да, я на диете, но я едой всегда интересовался, любил, и я знаю, с чего еда состоит. Сегодня высказывал свое особое мнение и призывал к здравомыслию всех, начиная с наших политиков и чиновников, заканчивая нас с вами. Роман Титов, руководитель медиахолдинга ВИАТ-Инфо. Спасибо тебе за то, что ты пришел. Всем хорошей весны. Меня зовут Светлана Занько. До свидания.